Турция 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 до байкала значит на двоих туда-обратно самый самый дешевый билет стоит 60 тысяч рублей туда обратно видели в чем дело что я что деньги печатаю что ее арстить 20000 в нью-йорк 20 значит в прагу можно слетать если попасть на значит распродажи за 6000 туда и обратно она байкал 60 сушки у нас у наших граждан наших граждан не миллионеры у нас сейчас экономический кризис и люди только у нас и не только у нас да и собственно россиянин планирует свой отдых заранее если то есть вы считаете что нужно копить год для того чтобы отдохнет стоп если покупать заранее просто считаю что все надо остальное запретить вот давайте жестко предпишем всем отдыхать на байкале не это неправда это неправда и всего лишь утрируйте нет вы всего лишь утрируете и увеличиваете то что увеличить вообще не нужно я говорю о том что российский отдых по моему личному убеждению не хуже это первое второе не хуже почему нет объясните не хуже почему не хуже не хуже на практике потому что я сам ездил сам видел у меня я не могу сказать что я позволяю себе отдых и билеты за 60 тысяч если хочу билеты 60 тысяч стоит и в том случае столько если вы летите туда завтра если вы берете билеты за две недели как например я я недавно был в иркутске по долгу службы я заплатил тридцать одну тысячу рублей туда-назад на одного человека да пожалуйста 31 тысяча рублей это вначале на двоих семь тысяч рублей вначале прозвучал вопрос да вот куда отдыхать и здесь по сути дела сейчас будет дискуссия на ту тему куда выгодно относить деньги тех людей которые копили эти деньги целый год есть еще один альтернативный вариант это подмосковье или вот в тех больших городах где есть пансионат но если мы любим море дайте послушайте недорого когда у нас были скажем так санкции по отношению к турции то многие мои знакомые предприниматели стали строиться стали строить корпуса мы сами построили целый огромный коттеджный поселок и теперь я реально понимаю что часть прибыли уедет через туристические агентства зарубежное государство естественно многие мои партнеры когда узнали что я иду на эту передачу сказали ты там передай людям что нам как предпринимателям это не выгодно а мы занесли огромное количество денег развивая нашу экономику ты там скажи что нибудь и я не призываю вас какому-то там патриотизм я понимаю что в итоге это выгодно вам предпринимателям которые строят коттеджи а тем предпринимателям я закончу мысль в итоге то есть те люди которые сейчас стали развивать здесь туризм которые стали вкладывать беря самые лучшие там из турции из других стран и городов где хорошая анимация и так далее чтобы по пересчету на наши рубли это стоило даже дешевле в итоге ну они можно сказать подставились а я давай павел павел подождите вот у меня вопрос а что делать на павел а что делать обычным гражданам которые хотят отдохнуть сейчас мы предлагаем потрясающий отдых подмосковье в коттеджном поселке спасибо скромненько не в коттеджном поселке это может быть коттеджный поселок где проживание и питание стоит дешевле чем в трех звездах в турции гораздо лучше подмосковье нет моря но мы уже уж стали строить бассейны стали строить там озера работа парке строить и дальше пожалуйста только давайте все таки у нас будет честная конкуренция поскольку поскольку уважаемый предприниматель я очень уважаю предпринимательство и бизнес но вы свои интересы сейчас озвучив что да конечно вы заинтересованы в том чтобы мы не отдыхали на море поехали к вам подмосковье да мы все двумя руками за но если я хочу все таки поехать на море я должен знать да может быть это не патриотично ехать чужую страну тем самым лишая прибыли предпринимателей отельных здесь но я простите вот производители например брюк здешних тоже не хочу лишать прибыли потому что я тогда откажу себе во всем в том числе в покупке новых брюк и буду как я даже знал что я и я сейчас не призываю вас к патриотизму многие я сам лично был в турции столько раз сколько нет пальцев на руках то есть огромное большое количество раз просто теперь появилась лазейка или возможность называйте как хотите для того чтобы развивать наше чтобы потом она была как раз конкурентно способна что мы сейчас спасибо свыше как раз прям мои предприниматели видит ну еще по годик потерпеть мы бы построили все произвольные сколько сколько сейчас стоит отдохнуть в подмосковье две тысячи рублей в сутки с проживаниями питания человека то есть 10 дней 20 тысяч если это номер соответственно на двоих это может быть 33 500 дети и анимации там не хуже я буквально недавно мы просто шашлыки хотели поехать пожарить меня дальше нету мы хотели компании снять коттедж я зашел в интернет я просмотрел ну наверное 50 или 60 предложений самая минимальная цена на коттедж на выходные которые я видел это 25 тысяч рублей 25 то есть условно говоря на два на два дня съездить куда-то там за 100 километров значит ехать добираться значит просто мангал поставить пожарик поспать да или за эти же деньги но чуть-чуть добавив просто съездить в то же самое лучше доброй войны правильно подождите подождите пусть мы воевать не будем но по пусть они там немножечко наладят все пусть они там про мониторит почистят все пусть они как-то постараются нам обеспечить безопасность вот только вы помирились две семьи ругались вы же сразу по и не поедете в гости с мамками с няньками с собачками только все плохо что нужно почистить вот смотрите приехали обжираловка легли все попалили себе шкурой все приехали неизвестно какое море что там выбрасывают какая-то то не не аж давай на разве не этого хотят наши граждане наши граждане хотят хорошо поесть нужно полежать на солнышке отдохнуть и вернуться обратно кушайте дома лежите на солнце касается побережье крыма воду уходят в море говорить но я здесь представляю юриспруденцию поэтому конечно вопрос законодательства это другая немножечко тема она защищает как и внутренний туризм так и внешний туризм но я хотела бы вот сказать как баловерды нашим предпринимателю я считаю что здоровую конкуренцию не надо бояться если ты уверен в своем бизнесе если ты уверен что поедут к тебе и ты не зря вложила эти деньги построил эти коттеджи в подмосковье все равно свой турист ваш турист вернее наши граждане они найдут возможности приехать именно к вам и откажется ну как развиваться вы прилетаете в аэропорт симферополе с чемоданами чистое петр вернулся из крыма недавно ездил в крым 2014 год 15 и вот недавно вернулся так вот вы прилетаете в аэропорт симферополя тележки для того чтобы довести ваш багаж до значит выхода платные 150 рублей за одну сумку вы где-то это видели вообще как только вы выходите вы попадаете а там между прочим туда прилетает 100 рейсов в день минимум 20 тысяч человек вы когда выходите вы попадаете в абсолютно незнакомую атмосферу вас облепляют таксисты 5 тысяч туда 7 тысяч ну они же говорят на русском языке все слушайте ну давайте все так драматизировать дружба дружбой а денежки врозь послушайте вы просто едете по экономному тарифу если вы так в турцию приедете то у вас вообще так просто нет нет послушайте это не экономный тариф это не экономный тариф билеты на самолет в крым в симферополь сейчас стоят если вы конечно их не будете брать за 6 месяцев до они сейчас стоят за нет за 6 месяцев уже сейчас в сентябре такие же тарифы если вы будете брать их вот ну там за две недели за месяц да то вам и они обойдутся минимум в 30 тысяч рублей на двоих туда-обратно минимум а так вообще в 40 если езжайте на автомобиле вот спокойно я там был на автомобиле но я опять же подчеркну что больше а тележки знали бой слушайте про тележки там говорят все вот если вы посмотрите на удовлетворенность людей которые прилетают в крым они говорят о том что мы приехали а нам плюнули плюнули господа вы звонили в турцию женой просто вот тоже думаем где отдыхать коттеджный поселок там и так далее везде надо может быть по чуть-чуть ли это длинное и получается что ну реально сейчас дорого слетать в турцию до сейчас пока чартер не открыт григорий вы что-то хотели добавить дамы и господа да кстати вот послушайте вот в крыму в крыму сейчас отдых стоит дороже чем в турции сразу сравним одинаково там дороже чем в москве и ол инклюзив четыре звезды он клюзив в крыму с вылетом на следующей неделе на неделю на двоих будет стоить 88 тысяч рублей минимум на человека не на двоих а в турции средняя пятерочка словом клюзивом уже в эти выходные будет стоить 72 итак море солнце ол инклюзив турция снова открыта тысячи россиян планирует провести свой отпуск на берегу излюбленных пляжей а ведь мы сами с усами как жить краснодарскому краю и крыму это только шоу слова за словами продолжаем григорий ваш выбор то дорогие друзья я был в 56 странах я был даже на северном полюсе от гондураса албании новой заведу и австралии и я вам могу сказать что альтернатива турции вот прямо на вскидку испания кипр эмираты тунис кому интересно там израиль иордания иран все что угодно не надо ехать в турцию ну почему даже если отбросить сбитый наш самолет даже вот просто ну мне не нравятся лица которые меня окружают я может быть кому-то там же одни русские то в отелях не в отелях гостиницы до отеля еще нужно доехать комфортабельно автобус не ровно и доехали на понимаете я в армии служил в воздушно-десантных войсках а вот в тунисе не страшно нет мне просто честно вот как-то считает я считаю что отдыхать нужно там где спокойно а в тунисе так пусть будет выбор мы понимать чтобы сейчас мы можем бесконечно говорить что вот а я вышел а мне не понравились там как донесли мои чемоданы или лица не те на меня посмотреть надо понимать каждая страна имеет свою а ценовую специализацию ценовую абсолютно верно то есть вам если у вас очень много денег то вообще вам не нужна не турция там не крылья тоже есть но если у вас очень много денег то эффективнее и приятнее будет поехать наверно дамскую америка ну к примеру это все преимущественно разные ценовые категории если у вас денег недостаточно и вы готовы экономить на всем то конечно как большинстве наших градусов они то конечно лучше либо взять ни о чем не задумываясь в турцию вот all inclusive и все или крым тогда вы должны понимать что конечно вы сами поднесете свои чемоданы и заплатите лишние там 150 рублей за тележку но зато это родной чатырдак на коксисту пойду пешком вы всплакнете и будет все замечательно поэтому давайте понимать что каждая страна для очень определенного круга людей а я те кто в турцию привык ездить свое время до санкций конечно для них я хотел добавить вот высказыванию коллеги касательно предпринимателей да смотрите какая история я думаю что павел здесь в данном случае абсолютно прав только потому что вот этого года вот этой открытой территории не хватило для формирования новой культуры потребления потому что мы в принципе конкурентоспособны у нас есть традиция уже куда отдыхать бюджетно турцию а и хорошо чтобы было а вы считаете нас должны заставить к себе и я считаю что не нужно ничего и никого нигде заставлять я считаю что с точки зрения российского предпринимательства и российского туризма было бы верным а ну как как-то это этот вопрос ограничить раз уж он по политическим соображениям подождите ограничен я сейчас данном случае в остальном я буду говорить исключительно как потребитель и как человек который часто тоже ездит но естественно это вопрос вкусовщины и кто-то любит действительно полежать как наташа сказал и ну вот хотите челюха погреть есть замечательные не сочтите за рекламу поселок зубовый щель называется под лазаревским так вот там цены раз в десять ниже чем в сочи а там бунгало с тараканами пардон я не хочу обидеть посолок я бывал очень много там пятизвездочные отели четырехзвездочные имеется нет но за стенами вы приехали за солнцем затем чтобы попали вот на сутках 24 часа хорошо 8 на солнце остальное и кации в конце концов если в конечном счете едете не русскоговорящийся знаете чем на улице взяла знаете чем взяла вот я покупаю путевку в турцию я я привожу себя в аэропорт меня сажают в самолет я за этот самолет не плачу меня кормят я приезжаю меня встречают с табличкой господин шкуматов ваш автобус номер двести восемьдесят два пожалуйста я подходит я даже чемодан не тащу потому что там куча у вас ни за что не болит голова куча мальчиков которые подбегают и говорят мы давайте мы вам бесплатно подвезем но если но если вы дадите нам доллар мы будем очень вам признательно довозят прям все до этого до автобуса грузит мой багаж пока я стою жду мне предлагают пиво значит очень недорого холодное значит потом я сажусь в кондиционированный салон и меня довозят прямо до дверей отеля потом когда я улетаю этот же автобус или другой приезжает вас довольствует мы говорим тоже про разные страны про арабские эмираты и так далее здесь нужно не только про это несравнимо все таки арабские эмираты давайте про погоду скажем вот если вы сейчас поедете уже сейчас поедете в турцию будет очень тяжело даже для организма особенно детям и пожилым людям мы с вами как-то нормально вы даже не заметил майорка понимаете но я понимаю оттуда сколько лететь по времени гораздо ближе доехать до подмосковья опять же по своей подмосковье там или где-то еще отдыхать вот вы садитесь кондиционер выходить даже на улицу невозможно жарище ну туда едут просто пожрать слушайте а наш народ чем-то напугать почему мы действительно сегодня почему-то мы о них не об этом не говорили все время говорим о том как брюхо набить на пляжике поваляться и кто чемоданы поднесет там взрывают и это факт и здесь я тем не менее на стороне турции просто потому что я в общем как-то мужчина и мне как-то долго сказать что я боюсь но как-то стыдно в конце концов и я думаю там десантник бывший меня там тоже поддерживает я не люблю где война у многих дети да а вот ребенка в жену меня жена спрашивает а вот не я вот собираюсь в турцию сейчас открыли я говорю да ты что сказал я с ребенком не надо ну и вы защищаете турции а я защищаю ребенка тоже не надо я защищаю потому что есть перспектива а как вы поедете без кормильца останетесь ваша семья есть перспектива вот в чем проблема с терроризмом вообще они стараются нас запугать мы должны понимать что запугать нас очень трудно будь то в турция завтра не дай бог в крыму что-то взорвут там очень много желающих что-то взорвать а вы просто помните в прошлом году что творилось когда перебираю перебивали лэп когда взрывали лэп оставляли крым без электричества наших людей не испугаешь за что я люблю наших людей что их испугать нас испугать очень трудно и здесь мы просто должны понимать что мы должны ехать в безопасные места это уже вопрос туроператором любой туроператор продавая путевку в турцию нас должен предупредить что вот и сюда можно ехать сюда ехать нельзя сюда ехать нельзя ни в коем случае момент и о нем мы не должны забывать сейчас мы все конечно туда ломанем не сомневаюсь зачем нужно было зачем нужно было открывать турцию если она сейчас по количеству терактов на втором месте я доверяю в этом плане нашим спецслужбам если они открыли значит не так уж там у них то там нет наше спецслужб то там нет и момент взяли открыли кто знает да на самом деле гражданская война не мария скажите а вот ваш выбор вот ваш то выбор каков вот вы то за что на территории тур нам ежедневно поступают сотни звонков то что говорится спросив 35 40 процентов от общего количественного правления туристы которые забыли про сочи и крым и выбирают турцию это не совсем так звонков действительно много но люди в первую очередь зондируют почву интересуются это просто интерес узнать сколько сейчас это стоит насколько там безопасно для себя сделать какие-то выводы бронирование покупок тура в турцию на общем фоне запросов сейчас пока еще очень мало курортом крыма и сочи краснодарского края ближайшее время не грозит ничего семейные люди на самом деле будут выбирать спокойный тихий отдых плюс мы говорим всего о маленькой части нашего населения только у 15 процентов россиян есть загранпаспорта остальные 85 как отдыхали на дачах на курортах сочи и крыма так и будут отдыхать мы говорим о тех кто не боится ехать кто готов свои деньги сейчас вложить достаточно возможно рискованное путешествие и поехать и своими деньгами они голосуют за тот сервис который предлагает турция поскольку российские курорты за 30 лет так и не смогли сделать тот же самый сервис который предлагает другие страны не до египта не до турции не до курортов туниса наши курорты в частности крым пока не дотягивают 70 процентов туристов которые в том году на волне патриотического подъема поехали в крым в этом году не готовы возвращаться туда за свои деньги то есть потому что им не понравился там отдых с сервисом не понравился отдых они разочарованы тем что они увидели они разочарованы грязью мусором они разочарованы отсутствием туалета на пляже они разочарованы теми ценами которые предлагаются можно пожалуйста я прошу прощения помню одну коротенькую давным-давно помните был 98 год кризис денег нет и вот 99 значит я имел глупость поехать в хваленый сочи по путевке за 10 процентов от стоимости все равно вышло дороже чем ехать другое куда-нибудь место короче говоря вернулись детеныш тогда ему еще было два года конъюнктивит вызываем врача врач приходит и говорит а скажите пожалуйста вы смотришь же вернулись загорелый да откуда не из-под сочи небось да но вы меня 6 сегодня с конъюнктивитом вернувшийся из-под сочи в москве не надо даже в воду палец совать в этих местах ну пожалуйста берегите себя я про сочи говорю можно сказать про турцию бассейн дети там немножечко воды водички попили они все равно купаются вода попадает в рот у всех проблема желудочно-кишечный тракт большинство поэтому так туда вообще без страховки не надо ехать но просто если можно купить два помидора сделать салат из крымской нормальной еды да а как вам цены на и шли в крыму я вообще при чем-то был поражен 420 рублей за обычную яичницу из двух яиц беконом и помидором это обычное кафе у нас есть как и дешевый отдых в россии так и очень дорогой если сравнивать турцию то он где-то в серединке то есть он между теми и теми поэтому более-менее как-то люди договорились поэтому если вы хотите действительно дешево отдохнуть езжайте краснодарский край нормально крым нормально но если вы зайдете в ресторан вы заплатите столько сколько можно заплатить дешево отдых за проживание там допустим неделю я серьезно я зашел в сочи в ресторан пообедал что-то там супругой раз отдал восемь тысяч рублей а у минвода халява а я же не смотрю на цены я же привык к минвода это супер минвода это большая со временем перебиваться клиенты вот возможно это как бы успешно отдельная тема и тогда будет гораздо меньше ездить в пользу наших конечно курортов будет говорить что во-первых язык хотя турки его прекрасно учат и уже во всех отелях есть да там же очень много русских людей и второе конечно это ощущение родины вот это чувство что ты все-таки дома турки его стараются для нас создать ничего не могу сказать они в этом плане молодцы мы это поняли мы это почувствовали в свое время да у них нужно учиться они да вот давайте все-таки вот не стараться как нам тут предлагают некоторые наши коллеги запретить все кроме байкала вот давайте все таки поучимся давайте все таки поучимся не делать хуже у других а делать лучше у себя делать лучше учиться тому чему можно поучиться знаете что нужно сделать что нужно сделать у нас внутренний туризм сдерживает транспорт во-первых дороговизна цен на билеты вот как бы вы не говорили что там за шесть месяцев покупать за два и так далее обычные люди другие все равно вас не дешевле они хотят допустим не знаю купить дешевый билет да я сам летал я сам покупал там дешевые билеты там и летал в ростов там еще куда-то летал то есть когда они были дешевыми в екатеринбург а сейчас когда они там стоят там 20 30 тысяч за один билет войн конец да куда я полечу зачем это нужно первое это цена на перевозке прежде всего авиаперевозки второе это трансферы алтай прекрасное место замечательная жемчужина но когда вы прилетаете в барнаул вот попробуйте добраться до города алтайска вы попробуйте понимаете и вот транспортная проблема все ходят она и в крыму такая проблема и в сочи но с очень меньше это может из чувства патриотизма потерпеть ну куда терпеть у меня что есть лишнее директор ну я вам скажу себестоимость перелета себестоимость перелета в крым себестоимость перелета в крым из москвы себестоимость то есть вот сколько стоит этот чартер если его брать значит две с половиной тысячи рублей на одного человека, на одно сиденье, скажем так, 2,5 тысяча. Ну, там меня поправили, там немножко 2,5. Значит, 2,5. То есть туда-обратно 5 тысяч. А сколько сейчас это стоит? 30 тысяч. Почему я из патриотических соображений должен оплачивать сверхприбыль компаний, авиакомпаний, 400-500 процентов? Почему? Давайте этому будем, до конца дадим слово, а потом перейдем уже сюда. Так вот, вы взываете сейчас к чувству патриотизма. Абсолютно верно. Так вот, патриотизм мой, например, я там старший лейтенант запаса. Если что, я пойду, возьму ружье и буду защищать свою родину. Это понятно, естественно. Но вы в это время в Турции будете. Нет. А вот вы знаете, давайте, во-первых, не доводить до этого, а во-вторых, вот понимаете, в чем чувство патриотизма? Не в том, что какие-то предприниматели на мне лишние заработают. Мое чувство патриотизма другое, чтобы моя страна жила лучше, чем другие страны. Ну, слушай, давайте сделаем так. Ну, чтобы, Пётр, простите, вы только что сейчас сказали. Я приезжаю в Турцию, я там хозяин. Эти турки вокруг меня скачут, они вот вокруг, ой, пожалуйста, доллар дайте, я им даю доллар. Я хозяин, я приехал, я хозяин. Это гораздо лучше, чем тысячи патриотических ракет, которыми грозит, там есть у нас политические деятели, которые грозят, а давайте там на Стамбул ракету бросим. Я своим долларом 10 ракет заменю. Вот в чем дело, в этом патриотизм. А знаете, давайте патриотизм, пусть начнется с авиакомпании. Чтобы они сделали дешевые билеты. Чтобы они сделали дешевые билеты. Вот пусть авиакомпании будут первыми патриотами в нашей стране. Да, главное, не помнить патриотизм и идиотизм. На Байкал, не знаю, куда там, в Горно-Алтайск. Кстати, в Горно-Алтайск не летают, потому что туда чуть ли не в два раза дороже, чем в Барнауте. Ну, серьезно, я лично летал. Слушайте, посмотрите, откройте. Не колся ли страны. Павел, вы хотели что-то возразить. Да, Павел. На чем же я тогда летал-то? Я был с супругой в Сочи. Я про церковь говорю. Мы действительно погрузились в сказку. Вот серьезно. Ты идешь по самому городу Сочи, как в пятизвездочном отеле в Турции. Внутри города. И он огромный. Понятно, что если не выходить на центральную улицу, где много пыли и так далее. Такие пальмы. Все посадили. Чисто. Ни одного бычка. Как будто каждую ночь кто-то убирается. Или, может быть, наши перестали сорить. Совершенно другой мир. Спасибо Олимпиаде. Спасибо Олимпиаде. Спасибо еще кому-то нашим, которые там построили. Там правда красиво. Если не первая линия от берега, то можно снять, конечно, там домики, там не такие дорогие. Это может быть бюджетный отдых. Если у вас много денег, вы найдете всегда хороший отель, могу посоветовать по побережью, все прочесали. Где вы так отдохнете. Я говорю, я приехал туда, вот как раз вот кинотавр был. Приехал, первые постоялецы, которые увидели, это был Кобзон. Понимаете, потом еще какие-то люди. Есть у нас дорогие. Увидеть завелось еще можно. Для тех, у кого есть деньги, пожалуйста, нету денег, опять в Сочи, пожалуйста. Палаточку разбили, шашлычки пожалили. Может быть для среднего класса что-то не очень. Нет, и там тоже можно... Гостиницы. Внимание, забиты, но есть места все равно. Аэропорт чистый, задержек нет. Ну что еще нужно? Тележка, правда? Паспортного контроля нет. Монентально проходит. Я не знаю, тележка. Пастрика. Просто я, ну... Сам нашел. Сам нашел в сумке. Вот, все нормально. Потрясающе. Такси стоит по телефону заказать. Стоит только поаплодировать. Стоит только поаплодировать. Стоит только поаплодировать. Стоит только поаплодировать. Итак, море, солнце, all inclusive. Турция снова открыта. Тысячи россиян планируют провести свой отпуск на берегу излюбленных пляжей. А ведь мы сами с усами. Как жить Краснодарскому краю и Крыму? Это ток-шоу слово за слово. И мы продолжаем. Вот скажите мне, пожалуйста, на самом деле была же информационная война. Россияне не любили турков, турки не любили россиян. Ничего не изменилось. Вы думаете, что там турки настроены против нас хорошо на данный момент? Турки туркам рознь. Если вы приедете сейчас в центр Стамбула, у меня абсолютно не поручусь за то, если пройдете еще мимо там голубой мечети в тот момент, когда оттуда выходит вот народ, только что помолившийся, я один раз прошел. Ну, я скажу так. Если бы я был чуть-чуть менее, наверное, комплекции, меня просто несколько раз сильно толкнули. Наверное, если бы я был чуть-чуть пожитче, то меня бы еще и уронили. У меня друзья живут. Только потому, что много людей. Или вы говорили на языке. А в курортах? Нет, ну просто идет русский. Ну идет русский. И все. Так вот, Петр, здесь проблема в другом. Мы должны понимать, что на курортах страна абсолютно другая, чем в столицах. Мы судим по нашему телевидению прежде всего о столицах. Там, да, там настроение действительно, вот по моему ощущению, что я разговариваю со знакомыми, очень плохое отношение. Критикуют Эрдогана за то, что он сейчас, как же он посмел извиниться перед Россией? Он не извинялся. Он выразил сожаления случившимся. Как же так? То есть такое, это можно принять за извинения. А те, кто на курортах, сожалею, там нет, нельзя. А на курортах это их жизнь. Они абсолютно иначе мыслят. Им все эти большие вопросы в обоих политике. Давайте я по-другому скажу. Давайте я по-другому скажу. Да, Петр? Вот послушайте, у меня много друзей живет в Стамбуле, там в Алании, в Анталье. Это вот люди, которые уехали туда. Они там работают. Они там живут. Это самые настоящие наши сограждане. Такие же, как мы. Ни один человек не сказал, что к нему как-то изменилось какое-то отношение. Ни один. Да нет, да изменилось. Ни один. Ни один. Вообще не один. И то, что вас толкнули, это знаете, это какая-то ерунда. Меня тоже в Москве, в метро там и ноги оттапывают. Толкают. И толкают. И конечно, что я говорю, что меня тут не любят, что ли. Это абсолютно обычное... Но все-таки, Петр, вот в социальных сетях развернулась действительно настоящая война. Я вот предлагаю посмотреть, что там комментируют. Да что нам это Турция? В конце прошлого сезона сбили самолет, перед началом этого извинились. Это предательство кидаться на турецкую халяву. На наших курортах ни сервиса, ни удобства, зато ценник огромный. Соотношение цена-качество никакое. Турция, держись, русские идут. А где будете вы, когда турки снова нас обманут? Ах да, конечно же, где-то у бара пятизвездочного отеля Белека в Новой Шубе. Не мешайте политику с котлетами, ведь обычным людям тоже хочется отдыхать. Петр, вы хотели прокомментировать. Я хотел бы сказать про цены. Я, как уже сказал, я в Крыму был 2014, 2015, 2016 год. Я могу констатировать, что в Крыму цены за эти два года выросли практически в три раза. В три раза. Это минимум. А в некоторые кафе, вот как я сказал про яичницу за 420 рублей, они начали заниматься откровенным жульничеством, потому что люди, конечно, не смотрят в меню. Выхода нет, конкуренции нет. Вот и едут. Не тридцать класса 2. Самое печальное, самое печальное, что, к сожалению, вот эти два года, за эти два года не была налажена та самая транспортная инфраструктура по доставке туристов с Симферополя до мест отдыха и обратно. Это сейчас проблема людей, они брошены к нелегальным таксистам в объятия. Там очень много всяких жуликов, мошенников. И вот в этом году, реально, вот я с вами абсолютно согласен, очень много людей, которые, которые действительно не удовлетворены. Да, там, вот на самом побережье, там все хорошо, но вот именно вот это плечо транспорта, оно все портит. К сожалению, мы видим, что без машины в Крыму делать нечего, нечего вообще. То есть ты просто привязан вот к этому пляжу и все. Либо ты начинаешь как бы башлять там какие-то огромные суммы и за те услуги, которые столько не стоят. Я вас понял. Вот, Мария, у меня к вам вопрос. Вот смотрите, открыли Турцию, скоро планируют открыть Египет. Не загнется ли Краснодарский край и Крым тогда вообще? Если Краснодарский край и Крым не начнут ничего делать для того, чтобы туристы чувствовали себя комфортно, ощущали гордость за отдых на территории своей страны и хотели вернуться сюда снова и снова, то, да, туристы будут голосовать рублем и выбирать не только Турцию и Египет, а также и Тунис, и Испанию, и Болгарию. В этом году прекрасно распахнуло свое объятие Греция и очень многие россияне уехали в Грецию. Дело в том, что кроме А курс евро позволит? Кроме развития Сочи больше на российских курортах ничего не происходит. Дороги не ремонтируются. В Крыму какие-то дополнительные сервисные условия не создаются. Поэтому, кроме как в Сочи, на побережье Черноморское, ехать некуда. Вы везде получите Советский Союз образца 80-го года. Так это замечательно! Женя, вы хотели возродить? Там можно гулять? Почему нет? Жень, вы хотели возродить? Крым прекрасен! Да, я в данном случае вот слушаю коллег и своих, и оппонентов. И вот о чем задумался. Действительно, есть проблема билетов, проблема цены. Но она есть везде. Есть проблема сервиса. Я могу сказать, как человек, отдыхавший в Турции, что мне предложили в качестве взятки повысить, скажем так, уровень номера уровень номера до своего изначально прописанного. Но эту историю опустим. Разные вещи. Вам повезло, мне нет. В России случилось наоборот. Я вот о чем задумался. А в принципе восприятие. Потому что вот мои коллеги, позитивный психолог, Наташа, не даст соврать. Есть понятие о том, с кем вы себя больше сравниваете. С мухой, которая на суперполе с цветочками найдет, что называется, кучу и будет сидеть на ней. Или пчела, которая на, простите, откровенно говоря, в вонючем болоте найдет цветок лотошеса и будет его упылять. И вот о чем я задумался. Как хорошо, дорогие друзья, что Россия скорее напоминает пчелиные ульи. Очень хочется сказать, я люблю нашу страну. Я сама из Мурома. У нас шикарный город. И я ездил в этот город с огромным удовольствием. Особенно в последнее время. Объясню почему. Вот вы говорите, в Сочи там подмели, где там пальмами окружили, в этом пятачке все чисто, и окурки не валяются. Так я вам хочу сказать, на сегодня в Муроме так. Там даже на задворках города нет окурков. Там абсолютно другой мир. Я сейчас приезжаю в этот город. Прекрасно. Стало чище. Лучше, правда? Но самое главное, что меня поразило, жители этого города. Я говорю, как же у вас так чисто? Как вы? Как вы? Вы не ссорите? Они говорят, мы не хотим здесь сорить. И мы выходим, и мы все здесь убираем, даже молодежь. Но при всем при этом вы вот на этом подиуме. Я на этом подиуме по одной простой причине. Значит, что мне нравится, мне нравится наша страна. Я болею за нашу страну. У нас шикарнейшие действительно места. У нас много чего посмотреть. Но мы не умеем и не можем их продавать. Мы не умеем и не можем их преподнести так нашим гражданам, чтобы хотелось здесь быть. Чтобы хотелось здесь отдыхать. Добраться можно автобусом с водителем и так далее. Коллеги, я бы еще хотела добавить. Значит, ну то, что законодательства у нас никакое по внутреннему туризму в частности. Последнее, к сожалению, печальное событие. Как у нас организованы экскурсии? Хочется плакать, если честно. Потому что нету специалистов, если честно. Вы знаете, сколько мне, юристу, звонят обычные ребята, которые открывают ТУП говорят, хотим организовать экскурсии на байдарках. Но как? Куда обращаться? Где правила? В МЧС звонить? Не звонить? То есть люди не знают, как организовывать инфраструктуру этого. А в Турции можно подумать, рафтинг Я не говорю сейчас именно про рафтинг, именно про Турцию. Я говорю к тому, что Турция берет нас этим комплексом, что действительно сервисом, которого у нас, к сожалению, нет. Мы тянемся. Мы хотим, конечно, приближать. Я хочу сказать про Ессентуки. Я приехала в санаторий после Карловых вар. Приехала в санаторий в Ессентуки. Прекрасное лечение, прекрасный персонал, шикарнейшая обслуживания. Но, вот вы знаете, первое впечатление, я с чемоданом захожу в санаторий, уставшая из поезда никакая, уборщица со шваброй на меня. Чувак, куда ты прешься? Сразу помолодела! Помолодела! Вы знаете, я за свои 70 тысяч рублей, простите меня, за Ессентуки 70 тысяч рублей, я хотела развернуться, я развернулся и вышла из санатория, реву, звоню мужу, он говорит, собирайся и уезжай. оттуда. Но я благодарна, что за мной побежал администратор. Прекрасное лечение, прекрасный весь персонал, за исключением вот этой уборщицы. Но вот эта запятая может испортить весь ваш бизнес. Ну, ради такой запятой нет на других курортах. Я согласна, я согласна. Но в Турции, но в Турции, к сожалению, или к счастью, этого очень, очень много. А может, отдых внутри страны стоит дороже, чем в другой стране? Еще раз, еще раз не услышал. Как может отдых внутри нашей страны стоит дороже, чем отдых за рубежом? Почему? Да я объясню, почему. Все очень просто. У нас много народу и мало моря. Ведь мы сейчас забываем о том, что... Нет, Петр, простите, я договорю. У нас есть огромный запрос на море у россиян, потому что, действительно, у нас есть северные районы, где люди месяцами не видят солнца. У нас Колыма чудная планета, 8 месяцев, 10 месяцев зима, остальное лето. Им нужно, людям нужно море. Я без моря не могу. Я должен раз в год обязательно, будучи москвичом в нашем московском климате, раз в год, подавляющая большинство россиян считает именно так. Наши курорты, вот давайте мы их так вот все время сейчас ругаем, а мы не надо их ругать. Каждый справляется как может. Наши курорты физически не справляются. Крым, он становится все лучше и лучше. Он даже не готов к этой массе людей. Построят мост, наконец-то. Построили в Семьерополе такие новые залы аэропорта. Аэропорт работает. Так вот, друзья, давайте понимать, что пока не справляемся, давайте подключаться. Хорошо, я вас понял. Сергей, вот Павел, я вам обещал слово. Про медицинское обслуживание. Да, действительно, в Турции уже сервис отлажен, в том числе и медицинское обслуживание. Я сам езжу с маленькими детьми давно отдыхать в Турцию. Дети растут, двое, мой сын потерял два передних зуба в Турции. Это ужасно. Прокатился на аквапарк там и так далее, и тому подобное. Но я также был, допустим, в Сочи. И я смотрю, что там гораздо дешевле, несмотря на то, что нет страхов. Очередей нет, поликлиника, буквально рядом с морем можно зайти, спокойно тут же записаться и тут же получить любое обслуживание, процедуры. То есть нет каких-то очередей. В Турции мы ехали куда-то. Хорошо, моя жена в идеале знает английский. Если бы вы там английский не знали, никакого вам там русского переводчика не дадут. И чем хуже у вас там осложнение, тем больше рисков. И никакая страховка потом не оплатит похороны ваших детей. Поэтому аккуратнее, когда вы уезжаете за границу, надо знать английский язык в совершенстве. Или вы рискуете. Понятно, даже если у вас потрясающая страховка. Спасибо большое. По традиции в конце нашей программы короткий блиц. По 30 секунд каждому ваши за и против. Начнем с вас. До тех пор, пока в нашей стране внутренний туризм будет стоить дороже, чем поездки в Турцию, в Карлово-Варе, в Нью-Йорк, мы будем вот так вот обсуждать и прикрываться патриотизмом. Но патриотизм надо прививать не нам. Мы обычные люди. Патриотизм надо прививать Министерству туризма, которое должно, безусловно, датировать внутренние перелеты по стране, как это делает Турция, авиакомпаниям. Надо организовывать трансферы, и тогда действительно у нас что-то начнет шевелиться. Хорошо, спасибо, Мария. Турция открыта, и это факт. Каждый турист принимает свое решение, готов он туда ехать или нет, боится он или нет. Но если турист хочет получить максимально качественный сервис за минимальные деньги, скорее всего, Турция будет единственным вариантом, который ему... Сергей. Я сам к Турции отношусь к отдыху в Турции скорее негативно, чем позитивно. Я давно там не был, и в общем, я не любитель Турции. Мне там, честно говоря, скучно, вот на этих бесконечных южных курортах, где возят в одни и те же места, где уже был тысячу раз. Для меня это скучно, но у людей должна быть свобода выбора. Кому нравится, должен поехать туда. Кому нравится, должен поехать в Крым со всеми возможными минусами. Должен быть выбор. А кто нравится, пусть едет, у кого много денег, едет там на Майорку. А Майорке дешевле. Я бы хотела сказать, что любовь к родине это прекрасно. И я полностью разделяю это чувство. Но, к сожалению, одной любовью сыт не будешь и не получишь то качество отдыха, которое бы ты хотел получить именно за эти две недели, которые выдаются в году для отдыха. Спасибо большое. Евгений. Я абсолютно согласен с коллегами о том, что не нужно ничего запрещать. Очень надеюсь, что останусь услышан. Однако, я согласен и с другими своими коллегами в том, что важно не популяризировать Турцию вновь настолько, насколько это происходит сейчас. Не нужно делать информационный бум из этого, и тогда выбор останется и будет ответственным. Спасибо, Гриори. Выбирайте новые направления. Есть огромное количество стран, где вы не были, я уверен. Тунис, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа, Дания, Бельгия, я не знаю, Испания, Италия, Аргентина, Уругвай. Выбор огромен. Пожалуйста, там дешевле, чем в Турции. Спасибо большое, Павел. Куба. Я буду лично вкладывать силы, время и деньги для развития российского туризма. И я это делаю. И не буду просить у кого-то что-то, а буду делать это сам лично. Если многие предприниматели меня услышат, мы сделаем это вместе, у нас все наладится. Спасибо большое. И Наталья. Я за моральный выбор и за то, что мы должны воспитывать своих детей, и они у нас есть. Если мы вчера им говорили о том, что когда нас обижают, нужно показывать зубы и воевать, а потом один дядечка нам свистнул, сказал, можно ехать, и мы все поехали хозяевами, и даем им один доллар, они шепчутся там за спиной о том, что они нас раскручивают и что мы лохи. Честно вам скажу, я хочу воспитывать детей, если кризис у нас, он не вечный. Поехать к бабушкам, научить детей не отдыхать пусть один год или два. Отдыхать дома. Или отдыхать дома, но не давать из себя делать петрушек. Честное слово. Спасибо большое. Уважаемые гости, огромное вам спасибо за то, что вы нашли время и пришли сегодня сюда. Это было ток-шоу «Слово за слово». Смотрите нас с понедельника по четверг в 23.55 на телеканале «Мир». С нами интересно. Всего доброго. Спасибо огромное. Спасибо вам. Участие. Спасибо. Субтитры подогнали Симон.